А прямо сейчас давай посмотрим некоторые модули после исключения, которые ты можешь запустить после того, как полностью используешь цель. Итак, в предыдущих видеороликах мы видели, как мы можем получить системные привилегии и получить доступ к ним на компьютере с Windows 10. Итак, и мы также увидели, как мы действительно можем помешать кому-либо делать это на нашей собственной машине. Но прямо сейчас давай посмотрим некоторые модули самозванства, которые мы можем использовать. Так что прямо здесь, если мы напечатаем твои сеансы, у меня будет два сеанса. Один из них четверка, а один из них пятерка. У пятерки есть системные привилегии. Ну, пока нет, но системная команда Cat будет работать на пятерке, так как я использую Exploit for Helper. И во-первых, мы можем закрыться, так как это первая сессия, которую мы открыли. Seusses поставил точку на 4, и мы можем выходить. Теперь у нас все чисто, и мы входим в сеансы минус C5. Вставай. Я уже рассказал обо всем этом. И прямо сейчас, если я веду ваш идентификатор GetUID, мы учетная запись с системными привилегиями. Итак, во-первых, есть модуль, который называется Sniffer, который позволяет нам в основном перехватывать пакеты с нашей целевой машины. У Metapta есть возможность прослушивать пакеты удаленного хоста, практически никогда не прикасаясь к жесткому диску. И это полезно, когда мы хотим отслеживать, какой тип информации отправляется. И что еще лучше, это, вероятно, начало нескольких вспомогательных модулей, с помощью которых мы в конечном итоге будем искать конфиденциальные данные в файлах захвата. Теперь модуль Sniffer может хранить до 200 тысяч пакетов в кольцевом буфере и поддерживает их в стандартных форматах файлов захвата. Ты можешь обработать их, например, с помощью более резкого рисунка. Итак, как только мы используем цель, в основном то, что вы хотите сделать прямо здесь, это использовать Sniffer. И он скажет, что загрузка тайника — это успех Sniffer расширения. Итак, все, что мы думаем, что хотим сделать прямо сейчас, это проверить наши доступные варианты с помощью команды Sharp. И прямо здесь, внизу, мы увидим, что он добавил команды Sniffer, которые являются SnifferDump, SnifferInterfaces, SnifferLace, StartStats и Stop. Теперь, прежде чем мы начнем обнюхивать, мы действительно хотим увидеть доступные сетевые интерфейсы на цели. Так что, если мы просто наберем здесь интерфейсы Sniffer, интерфейсы Sniffer, дай мне просто посмотреть. Sniffer. Почему это неправильная функция копировать интерфейс Sniffer? Операция не удалась в правильной функции, будет здесь DumpSniffer или SnifferD. А затем, возможно, это так, что он не хочет работать. Не совсем понимаю, почему. Я думал, это сработает. Позволь мне просто набрать магазин еще раз с тех пор и ввести интерфейсы Sniffer. Хорошо, значит, это по какой-то причине не работает. Но, к счастью, у нас есть альтернатива для этого. Значит, альтернатива это регистратор пакетов. Итак, мы просто наберем ваш RunPacketRecord, и он запустит для нас модуль PacketRecord. Как мы можем видеть это в основном, и дает нам наши доступные варианты в начале этого. Итак, сценарии счетчиков устарели, попробуйте опубликовать Windows. Хорошо, значит, это всего лишь некоторые ошибки или никаких ошибок. Некоторые из вариантов, которые мы можем сделать сейчас. Ниже у нас есть список команд. Итак, что мы хотим сделать, так это проверить работающие интерфейсы. Кое-что, что мы пробовали с комментарием Sniffer, но это просто не сработало. Так давай попробуем с этим. Может быть, это сработает. Так что упакуй это в минус. Я считаю, что мы должны указать L и указать альтернативный порядок сохранения файлов ПКАП, идентификационный номер интерфейса, где будут выполняться все перехваты пакетов. Чтобы он показал нам, я полагаю, наши доступные интерфейсы прямо сейчас. Скрипты Тиорпта начинают взаимодействовать с одним узким стартовым пакетом, который вы захватили. Операция не удалась, неправильная функция. Не совсем понимаю, почему это дает нам такие возможности. Может быть, я что-то неправильно указываю. Ди минус Ли. Кроме того, это заглавная буква Л. Я вспомнил, что это был минус Ли. Так, заглавная буква Л на самом деле является списком интерфейсов, которые можно использовать для захвата, но там все равно написана неправильная функция. Поскольку мы можем видеть прямо здесь, он на самом деле использует функцию SNIFer Interfaces. Вот почему это не работает. Вот почему этот не работает так хорошо. Теперь ты можешь попробовать на своем собственном компьютере. Может быть, это сработает для тебя. По сути, то, что ты хочешь сделать, это в основном выбрать первый интерфейс, а затем начать обнюхивать файл .cap. Тогда ты можешь увидеть все пакеты на цели, обработанные в текущее время, в файле .cap, который ты отправляешь через Wireshark. Но прямо сейчас мы больше не будем этим заниматься. То, что мы хотим сделать, это в основном использовать модуль, который, например, работает так. Допустим, мы хотим запустить операционный сканер на цели, так что запустите его. Модуль называется PostWindowsGEDA, а затем ARP Underscore Scanner. А затем мы хотим выбрать наши хосты, которые мы хотим просканировать. И давайте предположим, что мы хотим просканировать одну ночь до согласованного этого, а затем до 24. Что, по сути, я полагаю, будет сканировать все хосты и их МЭК-адресы. Он напечатает нам все, что в данный момент находится в нашей локальной сети. Как мы видим, наше сканирование запущено, и оно обнаружило эти пять устройств. Теперь я верю, что на самом деле больше не будет никаких устройств. Это все, что сейчас есть в моей сети. Как мы можем видеть, маршрутизатор Huawei прямо здесь. Мой ноутбук, который находится на одной из 15 машин с Windows 10. Это машина Калинукс, и это прямо здесь. Я понятия не имею, что это такое. Да, это еще один интерфейс для нашей машины с Windows 10. Так, это интерфейс устройства для Windows 10 машин. Хорошо. Так что это еще одна полезная вещь, если ты хочешь увидеть устройство в целевой сети. Если ты не в локальной сети, ты не сможешь видеть другие устройства, если ты совершаешь эту атаку через интернет. Так что пока это всего лишь локальная атака, и позже я покажу тебе, как вы можете перенести ее вперед и фактически запустить эту атаку по всему миру. Если хотите, например, на другом континенте. Теперь дай мне просто посмотреть, закончено ли это. Мы закроем это, так как, похоже, это не закончится. Может быть, просто требуется много времени, чтобы просканировать все 255 хостов. Но следующий модуль, который я хочу тебе показать, позволь мне просто сделать фон и немного прояснить это, чтобы ты мог видеть это немного лучше. Итак, следующая модель, которую я хочу тебе показать, очень важна. Он много раз используется хакерами в вредоносных программах, когда они хотят проверить, запущена ли текущая вредоносная программа или текущий вирус на виртуальной машине. Теперь, почему эта функция существует? Ну, по сути, хакеры хотят запустить функцию, которая проверит, был ли вирус открыт на виртуальных машинах. Это, вероятно, будет означать, что кто-то пытается перепроектировать этот вирус и использует для этого вертикальную машину. Так что тогда вирус, например, как только он видит, что он на самом деле работает на вертикальной машине, он просто решает больше не запускаться. А затем пользователь, который на самом деле пытается перепроектировать Малва, на самом деле не может видеть, что делает Малва. Поскольку он отказывается запускаться, поскольку он увидел, что это инвертированная машина Чтобы проверить, работает ли ваша цель на машине Vortal, вы можете просто запустить пост Windows на другом, а затем проверить виртуальную машину, которая проверяет Vital Machine И это проверит, находится ли наша подставка для окон на машине, а это не так Как здесь написано, рабочий стол выглядит как физическая машина, так что это означает, что наша цель не запускает Windows 10 на виртуальной машине, что правильно, поскольку это не так Следующий, который также был бы полезен, это сборщик учетных данных Это в основном даст вам хэши учетных записей на компьютере с Windows Значит, модуль называется Run, так что просто набери здесь Run По сути, команда Run просто запускает указанный вами модуль после этого, а затем отправляет Windows Поскольку мы находимся на компьютере с Windows, соберите, поскольку мы собираем некоторые учетные данные, поэтому мы указываем учетные данные Дай мне просто посмотреть, почему это нормально, а затем зачислить сборщик подчеркивания учетных данных И надеюсь, это распечатает все хэши для наших учетных записей Так что, управляя большей частью наших осей, ты перешел на процесс, который соответствовал архитектуре цели Что ты хочешь этим сказать? Ты перенес процесс Но мы можем попробовать другой, который в основном дает нам пароль администратора Я думаю, так это называется Дай мне просто проверить Я думаю, это называется примерно так Так собираются почтовые окна Теперь большинство из этих плакатов могли бы играть Инструменты эксплуатации начнутся с пост Windows GEDER А затем, что нужно сделать, это хэш-дамп Давай посмотрим, сработает ли это Получение добычи, вычисление HB, получение бесполезных ключей Хорошо, и это действительно сработало Мы смогли получить хэшированные пароли Теперь, например, ты можешь скопировать некоторые из них Ты можешь, например, скопировать администратора Так что просто скопируйте это прямо здесь И вы сможете использовать другой модуль в Cal Linux, называемый PS Execute Который также является модулем, чтобы установить S и B проходы в качестве этого хэшированного значения прямо здесь И вы сможете использовать порт 443 с помощью MB прохода Так что ты просто устанавливаешь это хэш-значение в качестве SP прохода в этом модуле И ты сможешь И ты сможешь получить другую оболочку Метропеттер с этим Так что это тоже полезное занятие Следующее, что ты хочешь сделать, это по сути еще один модуль, который мы можем запустить, который в основном является Z Ты можешь использовать модуль Dumplings, который в основном является частью Он анализирует точку в K-файлах в последних документах пользователя, что может быть полезно, например, для дальнейшего сбора информации Так что для того, чтобы сделать это, ты можешь просто ввести свои окна RunPost, а затем ты можешь просто ввести свои пельмени Getter Я полагаю, что это так, и так ты просто запускаешь это, и это даст тебе все образцы материала, которые не удалось найти после того, как Windows собрала пельмени Хорошо, так что это не имеет значения В любом случае, это не так уж важно Мы не будем утруждать себя поиском его прямо сейчас Что мы можем сделать, так это увидеть все приложения, установленные на скомпрометированном хосте Так ты делаешь это с этим модулем Беги на пост Да, и это вероятно причина, по которой я этого не сделал Я указываю косую черту спереди, которой у меня не должно было быть, но на данный момент это действительно не имеет значения Мы просто перейдем к следующему Так что размести Windows вместе, а затем приложение Enem И это распечатает все приложения, установленные на хосте, который ты взломал Что может быть полезно для тебя, чтобы увидеть, что на хосте запущено, и что установлено на хосте Итак, мы видим, что их целая куча Поскольку это настоящая машина, которую я использовал раньше, мы можем увидеть WindCap, WinRAR, Punch из Visual Studios и так далее, и так далее Теперь я не совсем уверен, что это за цифры прямо здесь О, это версия, так что это даже дает вам версию запущенных программ Итак, мы можем видеть кучу версий Python, открытых в его Razer Cortex, и кучу этих разных приложений Еще один модуль после эксплуатации, который вы можете использовать, это модуль входа в систему пользователей Который возвращает список текущих и недавно вошедших в систему пользователей вместе с их идентификаторами, что было бы полезно для вас Так что ты просто набираешь свой Run Post Windows Gathering, а затем перечисляешь Underscore Locked Underscore для пользователей Underscore И они должны распечатать всех пользователей, которые недавно вошли в систему Итак, просматривая третью сессию, мы прямо здесь видим, что одна из них это система, а другая учетная запись пользователя Так что это даже сохраняется в файл, в этом месте прямо здесь Так что root, а затем matz, 4, а затем здесь, чтобы ты мог удалить его, если захочешь Он даже сохраняет файл прямо здесь, в этом месте, по этому пути Ты можешь проверить это там, если хочешь Или ты можешь удалить это Так что на данный момент это будет все для этого модуля В следующем видео я покажу тебе, как ты на самом деле можешь провести ту же атаку, которую мы провели прямо сейчас через интернет Так это всего лишь локальная атака То, что ты хочешь сделать, это выполнить переадресацию портов на своем маршрутизаторе и фактически выполнить ту же атаку Так что я покажу тебе, как это сделать, в следующем видео